Следующий вопрос. Остатки еды во рту. Если человек начал совершать намаз и во рту у него остатки еды, то что с ними делать? Говорит Ибн Куданов в книге Аль-Мухни. Если человека во рту осталось то, что тает, так сахар. Да, как, например, взял конфету сосательную, так, и она во рту. Он ее не кушает, просто во рту держит. Но когда он ее держит во рту, по своей природе, эта конфета что делает? Тает. А после того, как она тает, он ее глотает, так или нет? То есть не конфету, а вот это что? То, что растаяло. Говорит Абсадо Фалату. Тогда его намаз становится недействительным. Так как это считается, что он покушал, так или нет? Он покушал. Говорит Лянну Аклюн, потому что это еда. Если же у него осталось между дубами или во рту мелкие частицы еды, которые заходят в глотку, так или попадают в глотку, чем? Слюнами, то есть со слюнами уходят в глотку, и человек не может их сдержать. Говорит Абсадо Фалату, то этот намаз остается действительным. Говорит Абсадо Фалату, потому что невозможно от этого освободиться. Дальше. И то, что посчитал правильным Ибн Кудама, это также мазгаб шафиитов. Камахи Шарх Аль Муазов, как об этом сказано в Шарх Аль Муазов. И правильное мнение в вопросе какое? Как мы сказали, если вещь тает, и он проглатывает, это портит намаз. Если остатки еды, и они настолько мелкие, что они уплывают вместе со слюной в глотку, и человек не может их удержать, тогда намаз тоже действительно. Это не считается, что он поел намеренно. Понятно ли нет? Но если это такой остаток еды, который человек может вытащить, способен вытащить, то есть он не уходит вместе со слюной, он его контролирует, может вытащить, тогда он не имеет права ее глотать. Если он его проглотил, даже если маленький кусочек, должен начать намаз заново. Понятно ли нет? Как это мы с вами не говорили? Как это в вопросе урозы? Если во время урозы у человека остались кусочки маленькие во рту, и он их может вытащить, и не вытащил, а проглотил, намеренно, будучи способным их вытащить, то его уроза становится недействительной. Но если это такие кусочки еды, которые он никак не может вытащить, и они просто уходят со слюной в глотку, тогда его уроза остается действительно. Так же, как намаз в нашем случае. Ясно или нет? Ясно.